Всем привет! Сегодня хочу с вами поговорить по поводу синглтонов. Я тут накидал себе небольшой список тем, для себя о которых хочу вам рассказать. Собственно говоря, начнем с самого простого, что из себя представляет синглтон. Кто не знает, есть такой паттерн синглтон, который из класса представляет класс, который будет единственным в своем экземпляре. То есть мы не сможем создать два экземпляра. Для того, чтобы это сделать, делается это элементарно. Нам нужно поле, которое будет private static final singleton И нам нужен приватный конструктор. Теперь только мы сможем создать наш синглтон. Вот здесь вот один раз и все. Больше никто никогда в жизни не сможет создать этот синглтон. Это в книжке паттерны было. Я вам рассказывал делал по поводу синглтонов отдельный урок. Есть книжка паттерны, ну там еще они по C++ были сейчас наверняка по Java. Ну, скажем так, в свое время появилась книжка паттерны. Написана она была на C++, там все примеры были. Она стала хитом, все знают, все их изучают. И на Java многие ее переписывали. И вот те там 23 или около того паттерна, которые там были, они все переписаны на Java, есть много авторов, есть примеры, куча статей. И вот один из паттернов синглтон. То есть синглтон это паттерн, который создает единственный экземпляр класса. Что в принципе удобно. Но на сегодняшний день он считается антипаттерном. То есть его не любят использовать. Почему? Есть куча причин, ряд причин. Но самое, наверное, распространенное это то, что его плохо тестировать. Мы с вами еще тестирование не рассматривали, но тем не менее в тестировании есть такая штука, как Mock. Mock это когда мы хотим взять и функционал, который происходит в конкретном классе, мы его хотим взять и заменить на ни на что. То есть замокать, сделать, чтобы мы вызывали какой-то метод, и при этом ничего не происходило. Так вот проблема в том, что для Mock'ов мы всегда создаем отдельный класс, который будет мокать какой-то другой класс. Так вот с SingleTone мы не сможем, потому что SingleTone он всегда в единственном числе. И это самая большая проблема. Плюс SingleTone не всегда явный. То есть если я возьму в этом SingleTone вызову какой-нибудь метод, там SomMethod, и вы вот видите, что у вас произошел вызов какого-то метода. Чего там происходит, вам непонятно. При этом дальше идет какой-то, скажем, вызов SomOtherMethod. Давайте Local. Дальше у вас идет, вот представьте, у вас вот такой вот main. Вы видите вызов первого метода, вызов второго. И вы их никак не взаимосвязываете. Если вы не знаете, что это SingleTone, вы просто увидели, что вот вызвался метод 1, вот вызвался метод 2. То есть вы думаете, что вот что-то там сделал первый, вот что-то сделал второй. На самом деле они могут быть связаны тем, что первый, допустим, SingleTone засетил какие-то параметры, а второй может использовать этот же SingleTone. И это не всегда явно. Поэтому SingleTone это плохо. Но по хорошему счету вы бы должны были бы этот SingleTone еще вот так вот передавать. То есть тогда человек, который читает ваш код, он видит, что вначале SingleTone чего-то сделал, а потом он еще и был передан в этот метод. То есть человек скажет, что да, эти два вызова, они взаимосвязаны. Если же они вот так вот выглядят, то можно подумать, что два вызова они взаимосвязаны. И если больше нет никаких конструкций, то человек скажет, что за бред. Вот, поэтому SingleTone считается на сегодняшний день антипаттерном. Их желательно не употреблять. Да, они есть как бы там и в GDBC там есть, и в Рантайме там, я уже не помню, какие-то классы были. Но тем не менее их желательно не употреблять. Вот, это раз. То есть SingleTone это антипаттерн, но иногда все-таки приходится его употреблять. Действительно есть несколько там примеров. Я сейчас уже так и не помню. Ну, не важно. То есть даже в GDK есть определенные SingleTone, которые там, ну типа того же Рантайма. Рантайм, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть Рантайм должен быть SingleTone. Так. Ну, ладно. Ничего в документажке не было. Суть не в этом. Суть в том, что SingleTone все-таки иногда нужно применять. И для создания SingleTone есть два основных подхода. Ну, если мы не будем углубляться там в работу с многопоточностью, где есть всякие там даблчеки проблемы, за которые я рассказывал. Нет, мы берем стандартный пример. Нам нужно создать SingleTone. Есть два подхода. Мы или делаем его через public, вот такой вот метод. Не метод, а переменную. То есть вот. Мы взяли и сделали. Вот наш SingleTone. Второй подход это сделать ее приватной и сделать какой-нибудь publicSingleTone. Get in stance return singleton. Вот это второй подход. То есть у нас или публичный мы делаем переменную, или мы публичным делаем метод. У обоих есть методов как достоинства, так и недостатки. В первом случае мы явно видим, что это у нас один и тот же инстанс, и мы его возвращаем. А любой человек, который будет пользоваться нашим публичным, ну, если мы его сделаем публичным, публичной переменной, все будут знать, что да, это SingleTone, мы возвращаем один и тот же инстанс. То есть тут как бы без вариантов. Второй подход, чем лучше, тем что, чем хуже. Тем, что мы вызываем get instance, и у нас нету, ну, мы не уверены, что это один и тот же инстанс. То есть что если тут каждый раз происходит какой-нибудь там new singleTone, да, то есть мы пока не видим, то есть человек, который наш код использует, он где-то берет там singleTone, так, кстати, он даже static должен быть. Он берет наш singleTone, get instance, и все, что он видит, что у нас возвращается инстанс. Пока он не залезет в наш код, он только видит, что возвращается инстанс. Может каждый раз новый, может один и тот же. Поэтому вот для того, чтобы понять, как работает get instance, нужно залезть сюда. Это недостаток этого метода. Но у него есть также и достоинство. Достоинство его то, что со временем вы можете его поменять, да, то есть если вы сейчас, допустим, возвращаете ваш singleTone, завтра у вас может поменяться требование, и вы, к примеру, ну, скажем, будете для каждого потока возвращать свой инстанс. То есть у вас singleTone будет на уровне инстансов, или там на уровне реквестов, или еще как-то, да, то есть это более функциональный подход, более гибкий. Вот, поэтому уже исходя из своих критериев, вы делаете выбор или возвращаете такой метод, или делаете публичное поле, или делаете публичный метод. Вот, это два основных подхода. За их преимущества я рассказал, еще есть недостатки у них, к примеру, если он у нас implemented serializable. Соответственно, кто-то может его засериализовать, потом рассериализовать и получить второй инстанс, что, в принципе, не очень хорошо. Вот, поэтому для таких случаев обычно делают, нужно делать вот такой вот метод, для того, чтобы у нас проблем с сериализацией не было, чтобы у нас не было двух инстансов. Вот, мы обычно переопределяем этот метод. То есть это метод для работы с сериализацией, который просто возвращает, когда мы десериализируем, он возвращает инстанс, и вот, чтобы тут у нас не создавалось два инстанса, мы можем возвращать один и тот же всегда. В принципе, такой вот обход. Но, тем не менее, еще остается один недостаток такого подхода, в том, что я могу использовать рефлексию. Если я заюзаю рефлексию, мне ничто не мешает взять и вызвать приватный конструктор. То есть, да, он приватный, но, тем не менее, я его смогу вызвать, я смогу создать, у меня будет два экземпляра моего синглтона. То есть, вот для защиты от таких хаков, со всякими сериализаблами для рефлексии и так далее, есть подход намного лучше, чем этот. То есть, тот, который считается сейчас, в принципе, классическим, это использование инамов. То есть, ну, я уже рассказывал, да, что инам это как бы обычный класс, единственное, что он там отличается по мелочи, вы не можете у него супера вызвать конструктор, вы не можете, он финальный, но при этом вы его не можете файналом обозначить. Ну, короче говоря, посмотрите мой урок по инамам, я там рассказываю. А так, ну, вы можете там в нем имплементировать, там, другие интерфейсы, там, тот же сериализабл и так далее, но, в общем, короче говоря, инам практически тот же самый класс. вот, мой синглтон. Написал, и постоянно синглтон пишу неправильно. Синглтон. Короче говоря, сейчас стандартом считается использовать синглтон, потому что он не имеет недостатков вот этого подхода, о котором я вам рассказывал. У него не будет проблем ни с сериалайзабл, не с рефлексией, то есть это всегда будет один и тот же синглтон. То есть он здесь просто берется инстанс, вот, и он всегда есть. Мы его всегда можем возвращать, мы всегда можем получать к нему доступ. Если нам нужны какие-то там методы в нашем синглтоне по обработке этого инстанса, или там, что-то там, то есть проблем нету, public, void, job, то есть мы можем спокойно любые методы в наши инамы добавлять. То есть вот это вот самый лучший подход для создания синглтонов, использовать инамы. То есть никогда не используйте ваши классы для создания синглтонов. Всегда юзайте инамы. Они намного лучше, они намного безопасней. С помощью рефлексии вы не сможете посоздавать ничего, в общем, ни вы, ни кто-либо другой не сможет напортачить. Плюс всегда интуитивно понятно, что это синглтон. Любой человек, который будет использовать ваши нам, он всегда знает, что у него вот есть один инстанс, и он всегда один. На уровне в виртуальной машине он будет единственным. То есть плюс там могут быть какие-то методы и так далее. Но в общем, на сегодняшний день такой классический подход по созданию синглтонов. Вот как-то так. Это я вам сегодня хотел рассказать немного best practice по поводу синглтонов. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.